Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о самых значимых и интересных трансферах, состоявшихся в России. И сосредоточимся на московском локомотиве, который официально объявил о подписании нападающего Оренбурга Воробьева. Того самого, который был главным таким наконечником атаки уральской команды, который забил 8 мячей в ушедшем сезоне российской премьер-лиги, в принципе, статистика неплохая, то есть в каждом третьем матче у Воробьева было по голешнику, и при этом очень важно, что Воробьев может стать, так скажем, важной частью трансферной кампании этого лета, где локомотив будет кого-то продавать, а кого-то покупать взамен. Воробьев, в моем понимании, это игрок, который может стать своеобразной компенсацией после потери Глушенкова, который все ближе к переходу в Зенит, если верить инсайдам. В общем, давайте попытаемся разобраться в этой ситуации и обсудим плюсы и минусы подписания Воробьева для Локо. Но сперва хотелось бы напомнить, что у меня есть телеграм-канал, где я регулярно делюсь статьями и заметками на футбольную тематику. Там же вы можете получить очень приятный бонус от наших друзей из компании Пари, а именно фрибет в 2024 рубля. Как его получить? Нужно пройти по ссылочке в закрепленном комментарии, там вы получите все нужные инструкции на моей телеге и получите тот самый подарочек. В общем, не затеряйтесь. Ну и вообще подписывайтесь на мою телегу, там много всего интересного. Ну а мы сосредоточимся на Воробьеве. Итак, это достаточно любопытный футболист, который уже несколько лет выступает в Оренбурге и, в общем-то, является одним из ключевых исполнителей этой команды. Футболист, который сейчас находится на своеобразном пике, он провел определенно лучший свой сезон, ему 26 лет, то есть в самом соку. И вот, пожалуйста, логичный следующий шаг в подобной ситуации – переход в большую столичную команду. Так что здесь для Воробьева это, конечно, вполне себе резонный переход. Он отправляется на повышение. Что касается игровых навыков Воробьева, в принципе, он уже достаточно хорошо всем известен. Но если кто вдруг не особо следит за Оренбургом, то это атакующий хавбек-нападающий, максимально вариативный, способный действовать и на фланге нападения, и в центре, и под нападением, и на позиции острия атаки. И в этом контексте я неслучайно сравнил его с Глушенковым. Потому что, если врать предыдущий сезон российской премьер-лиги, то там раз за разом возникали ситуации, когда Локомотив вообще выходил без чистого центра форварда. С Глушенковым в качестве такого вот, знаете, блуждающего нападающего. Ложные девятки и так далее. Открытого форварда, называйте как хотите. И в данном контексте очень важно, что Воробьев как раз-таки очень близок к этой роли в Оренбурге. Воробьев ведь сложно назвать классическим центральным форвардом. Это не Писарский, который в свое время зажигал на острие Оренбурга. Это как раз вот тот самый игрок свободной роли, ложная девятка. Поэтому здесь Воробьев вполне себе подойдет на роль Глушенкова-заменителя. По голам, как я уже сказал, у него все очень неплохо. В предыдущем сезоне 8 мячей в 24 встречах. Неплохая результативность. Тем более, что Оренбург все-таки не самая такая атакующая, наверное, команда в России. И здесь, ну, учитывая уровень партнеров и все остальное, наверное, забивать много было тяжелой задачи. Но Воробьев, будучи вот таким свободным форвардом, 8 мячей забил. То есть в каждой третьей встрече Голешник отгружал. При этом, что следует отдельно упомянуть, эффективность его, может быть, не самая высокая с точки зрения ударов. То есть у него примерно один гол на каждые 7,5 удара. Но, тем не менее, назвать его каким-то расточителем опасных моментов не приходится. У него в каждой встрече в среднем по 2,5 выстрела. То есть здесь просто вот считаем, что 7,5 на забитый мяч. И в этом контексте, учитывая, что Локомотив все-таки больше владеет мячом, больше играет в атаку. И, возможно, у Воробьева будет и побольше ударов. Можно ожидать следующего шага вперед в плане забитых мячей. При этом футболист он, как я уже сказал, вариативный. Если нужно, может побороться на втором этаже. Если нужно, может и технику даже кое-какую показать. Если нужно, способен отдать хороший обостающий пас. В плане расширенных цифр и расширенной статистики, прошлый сезон стал для него, ну, таким своеобразным прорывом. И лучшим сезоном в карьере, как я уже отметил. У него и одна ключевая передача за встречу. И он вышел на показатель 1 выигранное верховое единоборство за игру. И 0,8 успешной обводки за матч. Цифры, опять же, очень неплохие. И в результате игрок оказался на 25-м месте. На сайте Huskort, который подсчитывает технико-тактические действия. То есть 25-е место среди всех футболистов России по статистической эффективности. Это уже серьезный успех, но еще больший успех, то что Воробьев оказался, внимание, шестым лучшим российским игроком сезона по версии этого сайта. Поэтому здесь, как ни крути, в рамках лимита, который до сих пор существует, Воробьев вполне себе актуальное и интересное подписание. При этом подписание, ну, в общем-то, недорогое, 2,5 миллиона. Как бы это сказать, деньги немаленькие. Салтыков тот же самый обошелся куда дешевле. В сравнении для Локомотива. Но при этом, знаете, у Локомотива были и другие нападающие за последние годы, купленные за схожие деньги, которые вообще ни черта не показали. Там Раконь, Яцца и все остальные. А здесь, в общем-то, по ощущениям, есть хорошие шансы на успех. Для того самого Воробьева. А его вариативность позволит использовать его в разных позициях, сдвигать поглубже, например, на роль оттянутого форварда, либо медиапунты, которые действуют под нападающим, либо на фланг. В общем, Галактионов, который любит универсалов и любит тасовать игроков по позициям, он получит себе еще одного полезного игрока. При этом, опять же, как я уже отметил, сам по себе Воробьев может стать частью вот этой масштабной перестройки, которая будет в атаке. Просто здесь некоторые ветераны уже покинули команду. Вроде же Малединова, Антон Миранчук пока что под вопросом. Есть многочисленная молодежь талантливая. В лице Пеняева, Салтыкова и всех остальных. Есть нападающий Сулейманов. И вот здесь, если уходит Глушенков, то автоматически, как сообщают многие, продлевает с контракт Антона Миранчука, который тогда останется в локомотиве. Сюда же приходит Воробьев. И плюс к этому, как сообщается, в случае перехода Глушенкова в Зенит, в обмен на него, как часть сделки, пойдет еще и Сергеев из того самого Зенита. То есть локомотив получит еще одного нападающего. И вот эта группа атакующая, она, ну, как бы это сказать, она, конечно, потеряет свою главную звезду, Глушенкова. Но она станет глубже, вариативнее, интереснее и сильнее в плане масштаба состава. А если, как бы это сказать, Глушенков уйдет, и автоматически из тени выйдет другой бывший игрок Крыльев, а именно Пеняев, ну, тогда может появиться и новая звезда, которая поведет за собой эту группу. Так что здесь локомотив достаточно интересную сделку проводит, особенно в рамках своей вот этой перезагрузки атаки. И при этом, как мне кажется, Воробьев, попав в локомотив, тоже может сделать серьезный шаг вперед. Что же касается Оренбурга, ну, как мы понимаем, с одной стороны, деньги-то у них вроде как есть, и на подписании латиноамериканцев, и значок Газпрома на груди не просто так дается, а вполне себе серьезные бонусы прибавляет команде. Но, опять же, важный нюанс, важный и, наверное, ключевой в этой ситуации, что Оренбург, это, конечно, команда, которая не является каким-то пределом мечтаний для футболистов. И поэтому здесь, ну, периодически игроки уходят в другие коллективы, уходят в том числе и на повышение, и поэтому здесь удержать Воробьева, когда есть предложение из Москвы, наверное, было сложновато. И 2,5 миллиона, это, конечно, не какие-то запредельные деньги, но вообще у нас и редко платятся серьезные деньги за отечественных исполнителей. Так что здесь Оренбургом вновь встала задача компенсировать потерю ведущего форварда, как в случае с Писарским, так и сейчас в случае с Воробьевым. И это, конечно, будет тяжелая история для Оренбурга. Нужно будет как-то обновляться, перестраиваться, но команде не привыкать. Как и не привыкать к потере своих лидеров. Ну, а что будет дальше, посмотрим. Оренбург — это команда с очень толковым тренером Диаграси. Я думаю, что хоть и с трудом, но он найдет вариант, как перестроить атаку, а менеджеры команды вполне возможно найдут хороших центральных форвардов в той же самой Латинской Америке. Откуда поехали Мансилье, Вера и все остальные.